Добро пожаловать, здравствуйте, как вы? Здравствуйте, девочки, приятно вас видеть, на самом деле вы вживую еще лучше, краше, да? Багарь за этим билдингом позже кодом, коргару ягон, рухой дикарас, чуадя гон, зо друзи коргона бушат, зо друзи ягон, коргарон бушат. Коргар дар ширкатимон, натан хо, мисол коргараски у маушмегират. Действительно, человек, который приходит работать в Пайкар, да, волнуется, и вы один из тех людей, которые выстраиваете, да? Давайте похлопаем дебюту нашим гостям, пожалуйста. Спасибо большое, новое радио с нами, и ваши слушатели, наши слушатели, и спасибо большое за этот великолепный час, который мы провели с вами в этой теплоте. Мы вернемся ровно через неделю. Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели нового радио. В эфире с вами шоу «Девчата», и мы незаменимые ведущие данного шоу Хубоны Фарида в студии. Как мы ранее говорили о том, как же трудоустроиться на работу, куда можно. И все постоянно почему-то жалуются о том, что очень сложно найти работу, ее практически нет. Мы будем развеивать данные мифы. А поможет мне в этом, и обсуждать мы эту тему будем, конечно же, с тренер-менеджером торговой сети Пайкар, с Нисом Мансуровой и менеджером по подбору персонала Нигиной Хаджимаматовой. Добро пожаловать. Здравствуйте. Как вы? Здравствуйте, девочки. Приятно вас видеть. На самом деле вы вживую еще лучше, краше, да. Нам очень приятно быть у вас сегодня в гостях. Спасибо большое, что подняли эту актуальную тему. Если молодежь думает, нет работы, то часто работодатель думает, а где брать сотрудников, где брать работу. Поэтому, девочки, молодцы. Топ-тема, на которую мы пришли с вами разговаривать. Спасибо большое, Нисо. Вот видите, действительно Даши есть, да. Действительно, Даши есть, да. Да, видите, Нигина, как вы, как самочувствие? Здравствуйте, всем. Спасибо большое. Мы говорим, что вы, как вам,, обновления, как вы, которые говорят. И вот, что, мы говорим, что сегодня вы, как вам, будем буду делать о том, что сейчас мы будем делать о том, что весь мир будет давать о том, что она будет в жизни. И поэтому, если вы продольте, как вам важно, то быть, как вам будет océoder на этапе. И, поみ по-видиму, мы скажем, что сегодня мы будем делать 2 месяцев, и другие компании. Мне кажется, что вы планируете моего места. Спасибо, Фарида. На самом деле, очень хороший вопрос. Почему ребята и девчата должны приходить именно к нам? Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. hace%. Спасибо. BMW wealth. Спасибо. 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 В последние частиicano Ivan JEFF condiciones. Один раз в год, обычно летом, мы проводим тимбилдинги, масштабный тимбилдинг. В этот раз, в сентябре, провели летние командные игры «Тимбилдинг-2023». В первом потоке где-то 65 у нас человек, и мы делим их на 4 команды, и команды должны принимать участие в различных состязаниях. Вы видите гигантскую рогатку, по которой каждая команда должна бить по мишени. С другой стороны, у нас там были мягкие игрушки, они должны были сбивать эти игрушки. И таким образом, основная цель, чтобы люди помогали друг другу, направляли и понимали главную цель. Когда мы работаем, бывают такие моменты, могут растираться. А для чего я вообще пришел на работу? И поэтому у человека должна быть определенная сосредоточенность на том, что у меня есть цель, и эту цель я должен достичь. Для того, чтобы я смог достичь эту цель, у меня есть команда, есть коллеги, у которых есть тоже свои роли. И очень важно в командной работе распределение ролей. Команда очень сильная, когда каждый знает зону своей ответственности. Поэтому у нас не только гигантские рогатки. Вы еще там у нас увидите... Да, у нас сейчас вот грузятся все фотографии, которые мы запросили заранее. Что-то вроде парашютов, да, командный волейбол. Эти игры направлены на то, чтобы у нашей молодежи... Смотрите, какие у нас красивые вообще сотрудники, да? Я вот вообще молодые, такие активные, радостные. И что самое главное, видно, что как они друг другу помогают тянуть этот мяч, забивать дальше. Я в целом не играла, нужно прийти как-нибудь на Team Building Pay Car. Смотри, Pay Car, крупный у нас, можно сказать, мы новое радио. Обещаем быть всегда их информационными партнерами, поддерживать их всегда. Поэтому вот мы вот так закалабимся. И плюс зеленый цвет с красным очень красиво сочетается. Вот видно по нашим партнерам. Кстати, можно как идея, вот помимо летних Team Building, у нас тоже бывали... Мы принимали участие в акциях по высадке деревьев. То есть мы ездили по сбору мусора, да. То есть это тоже не как общественная работа, это тоже как Team Building, когда мы понимаем то, что мы делаем очень хорошее дело, да. И при этом люди друг другу помогают. И вот воодушевление очень сильно. К сожалению, мы эти фотографии не закрепили, но мы постоянно весной... Мы даже вот в декабре ездили с нашими ребятами, сажали елочки, да. И смена обстановки очень классная. Поэтому будем знать, девочки. Будем на связи. Да, так и есть. Будет повод еще раз прийти к нам в гости. Спасибо, девочки, за теплоту. Нигина, что вы добавите к тому, что действительно человек, который приходит работать в Пайкар, волнуется. И вы один из тех людей, которые выстраиваете, да. Как вы ранее сказали, Team-команда Build строить. Вот вы строите всю эту команду, чтобы они были дружны, чтобы они были друг за дружкой. Да, конечно, это вопрос, чтобы они были друг за дружку, чтобы они были друг за дружку, чтобы они были друг за дружку. И мы на charged с вами не были друг за дружку. И мы были друг за дружку, как вы делали это делаем. ... ... ... ... ... Продолжение следует... В этом году мы занимались в тенденции, чтобы создать в ТМБ. Мы занимались в ТМБ. Мы занимались в ТМБ, а мы занимались в ТМБ. И это очень важно, что мы делаем все время в день, и мы делаем все время, и мы делаем все время в день. В этом году я ищу, что я ищу, что я ищу. У меня из самых различных работ, что яrer не обладаю. Мы работаем с двух утром, у нас есть шесть и пять. И мы работаем на совесть с одной стороны. Если они работают с одной стороны, то и четыре года, мы работаем с одной стороны, это то, что мы работаем с четырех лет. Мы работаем с четырех лет, вместе с другой объем с нашей коллекцией. Но здесь, поскольку мы говорили о том, что мы всегда честно будем говорить и не будем приукрашивать, да, обратите внимание, когда персонал очень большой, то очень важно не забывать про поздравления, да, и здесь у нас все компетизировано и систематизировано. То есть у нас программа дает определенный звоночек менеджеру, который должен будет все это организовать. Вопрос, когда программа дает этот сигнал? Этот сигнал дается по отношению тех сотрудников, которые проработали 6 месяцев. То есть эта система распознает, там, Сидоров проработал 6 месяцев, все, мы его уже заметили, мы его уже поздравляем. Да, да, то есть в этой ситуации у нас вот в Битрикс есть специальная группа дни рождения. И вот когда смотрим уже линейный персонал, кассир, уборщица, все вот как в одной большой семье, всех всегда поздравляют. И вот эта система, она уже выстроена. Потому что, чтобы вы понимали объективно, да, если коллектив состоит из 20 человек, поздравить не проблема. Но когда в каждом подразделении, да, в каждом супермаркете там по 60, по 70 человек, то здесь уже нужно выстраивать систему. И очень рады то, что наш департамент по управлению персоналом смог выстроить эту систему. И здесь уже мы уверены в том, что мы не забываем о дних рождениях людей, которые проработали 6 месяцев уже. Мы хотели узнать о том, что мы видели, что вы запустили проект «История успеха сотрудников». Хотим, чтобы вы чуть-чуть рассказали о данном проекте нам. Мне посчастливилось то, что данный проект мне дали координировать. И здесь мы уже нашли журналистов, наши ребята с отдела маркетинга начали все это визуализировать. Когда нужно понимать, для чего мы это делаем. 80% наших сотрудников, топ-менеджеров, администраторов, управляющих, они все прошли карьерный путь, начиная с упаковщика, с продавца, консультанта, да. И компания поддерживала их, предоставляла им возможность расти и расти в своей профессии. Первый наш герой, которого мы начали, да, то есть по контент-плану мы писали, о ком мы будем писать, да, зная их характер и так далее, это Сайдаль Абдулоев. Он администратор торгового зала, ему 25 лет. И когда вот два года назад у нас, когда были тренинги, он был продавцом-консультантом. Во время наших тренингов, для того, чтобы ребята немножко чувствовали себя комфортно, у нас было такое задание, нарисуйте вашу мечту. И он рисовал, как он прыгает с парашюта, то есть, и с этого момента я как-то так, мы обратили на него внимание, да, он прыгает с парашюта, выкладывает в Инстаграм и так далее, то есть очень интересная личность. И администратор, управляющий также начали оценивать его работу и помогать, потому что для того, чтобы также продвигать по карьерной лестнице, тоже нужны наставники. И наши действующие администраторы также помогали. И когда мы начали писать его историю, мы позвали его также на интервью и слушали. Не знаю, вот первое, когда мы запускали, меня это запомнилось тем, что очень мотивированный, очень сильный, целеустремленный. То есть он даже сам добровольно пошел в армию. И вот прям рассказывает, и ты понимаешь, что у тебя очень сильная команда. И когда ты координируешь тот или иной проект, каждый герой, о котором мы писали, я не знаю, мы уже, как будто бы он наш родной, да, то есть мы настолько наших героев полюбили. Просто когда мы смотрели сейчас, мы живем в таком мире, когда всего очень много. Историй успехов тоже много, другие компании тоже пишут, да, то есть мы смотрели референсы. Но многие пишут просто, меня повысили по коренной лестнице, так-то, так-то, и так-то. Мы подошли немножко по-другому, мы сказали, почему мы должны читать про человека, которого мы не знаем характера, да, то есть каждая история успеха – это характер каждого человека, да, то есть это каждый человек – это космос, вы узнаете про этого человека, и в этом человеке вы, возможно, увидите себя. То есть наши герои проходили путь, который, возможно, каждый молодой человек или девушка проходит, да, то есть Супья Муродова, она сейчас администратор кассовой зоны, да, то есть она мечтала стать врачом, но не смогла поступить. Денег на договорной основе не было, но она нашла себя в Пайкаре, да, то есть она сейчас управляет целой армией кассиров, девушек, да, то есть и себя очень… Да, и она себя отлично чувствует, она нашла себя, да, но были моменты, когда, вот, очень важно, когда ребята приходят к нам на работу, они думают на два, на три месяца, чтобы закрыть какие-то свои потребности, да, но многие из них задерживаются и становятся частью нашей команды, и это история об этих ребятах, да, которые, да, мечтали, да, где-то их мечты не сбывались, но они нашли какое-то свое новое предназначение и нашли новый смысл в этой жизни, поэтому, пожалуйста, зайдите на наш сайт JobPayKart.g и прочитайте истории успеха наших сотрудников, они реальные и очень даже характерные, то есть характер каждого героя, он расписан чисто объективно, но это очень интересно. Ну, судя по тому, как Несо рассказал, так и хочется, да, про всех прочитать, узнать ребят поближе, действительно классно, когда мы знаем не только профессиональные качества, но в целом мы узнаем, из чего состоит этот человек, из его принципов, желаний, стремлений, помимо этого даже хобби, прыгает он с парашюта, сидит дома с кошками. Да, я рекомендую, что мы создаем работу, поэтому мы создавать все вот семьи, у них есть парашют, которые чувствуют себя, с другой стороны, с другим недостатком устали, с одной стороны, с другим горо, с другой стороны, Мы также знаем, что для работы, и 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 для администрации. Yes, это было. Я не знаю, что это было. Когда я работал, я сказал, что я не знаю, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Только не принимали учебную монетку, а также в основном не принесли уроки, либо или инвестиции. Но они не принесли, они не принесли собственные понятия. Так что мы пьем из-за того, чтобы создать во все, и это понимать, что все. Понимаешь, что нас предлагает, что мы работаем все, как я хочу. До свидания, как мне говорится, что я не хочу. Я думаю, что, сегодня это все, если что-то делали, что-то делали. То есть, у нас спорные некоторые друзья, которые едут в своей компании. Они говорят, что мы делаем, что мы делаем. Это создает, что ли мы делаем, что ли мы делаем. Мы делаем все знатого. Все они делаются в своем然後ruхе. Я делаю свою работу, едут не сериала, а потом мы находимся в ДВФ. Менеджер с адаптацией, адаптацией кунуней, корман, мухит, зиндаги, хамон пайкар, хамон ширкат. Чи холат хо, хастан, як 4 ухтадори хо. Хастан, он чиз хоя ки манкарда шуда аз. Яна, дар хама, он конну койда хоя ки, хастан, ба, ин чиз хо му гро мебарем. Ва, яка аз, он хуссият хоя ки, мо, пешни хо д меконем, ино омузиш аз. Чи холи ки, фаррида гувтан, мо, маркази омузиши дорем. Дар, маркази савутой мохи, дар, ман асосиаз дар, сурога айни шонз да бе. Дар, он чо баад аз, мухлати му аян, кормандон, омузиш мекозором. Омузиш, агар му бінеем ки, ягон шахс дар ав, дар хо лист բедо худруна метонад. Му му ммкн ки, м у дам чуст чалок аз. Му ммкін, дігаре, кам тар дЕр тар инчизош рок ба пахан кунад. Ва дар инде алакай трейнинг бенеджерим о, нисо Субатулайевна, хам чИ дар солохоя равант хоя хама гуна. Субботник любой глаз. В этом случае, мы идем на тренинг. Квист плиз, он может быть ведущим в себя, что мы демплее, что ведет оборудование и приорудование, и это очень тенденция. На самом деле, мы говорим, что работают каждый родственник, В этом году мы проводим участие в Санкт-Перах. И я думаю, что у меня есть вопрос в голове. Как вы думаете, что у вас есть ученики? Когда я учусь, когда я учусь, у меня есть ученики, что у вас есть ученики? Как вы думаете? Продолжение следует... И мы хотим, чтобы мы получили дар, который мы достаем к нам. Что мне делать? Вот сейчас вам и расскажут. Мы хотим, чтобы 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 мы хотим. Да, так и есть. У нас был очень душевный разговор. Да, если мы хотим, чтобы 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok Действительно, потому что опыт, который вы набираете, иметь опыт работы в Пайкар, действительно в такой сети супермаркетов, которую знают по всей стране и даже за пределами уверенно. Вы работаете, набираетесь опыта, знакомитесь с такими людьми, которые по сути по жизни для вас будут замечательными модераторами. Когда, опять же, в вашей жизни происходит кризис, и вы в какой-то момент думаете, вот мне сейчас сложно, не знаю как быть. И при этом вы берете телефон, звоните НИСО, звоните по номеру, который сказала ранее Нигина, вы слышите ее замечательный голос и болтаете опять же, да, потому что действительно каждая работа должна быть не просто местом, которое удовлетворяет ваши потребности. Это место должно быть вашей семьей, чтобы сердечко грелось, потому что очень много мест работы, куда вы идете, но вам дискомфортно, да, вы не видите такие счастливые лица, вы не ощущаете вот эту единственность. А по словам, которые мы уже ранее услышали, мы уже поняли, что он настолько классно НИСО. Да, спасибо, девочки, за то, что вы предоставили такую возможность, чтобы мы говорили об этом, да. Также я бы хотела пожелать вашим слушателям, чтобы они были верны, лояльны к вам и к вашим гостям, да. Да, благодарю вас за этот эфир, Джо Пайкар Ти Джи, можете очень быстро подать анкету, у нас анкета несложная, да, и вам сразу позвонят и наши мессенджеры. Звоните, пишите, в любое время мы вам ответим, позовем, пригласим и будем работать. Спасибо большое. Вам спасибо большое, были очень рады, час пролетел так быстро, что мы даже этого не заметили, да, Фарида? Да, так есть, умение сохранять. Я вот после эфира возьму еще пару советов у замечательных девушек, которые у нас были. Да, так и есть. Я вот слушала, наслаждалась, хочу, чтобы Фарида прекратила жаловаться, поэтому уверена, что Нигина с НИСО мне в этом помогут. Еще раз спасибо большое, что вы были с нами. Спасибо большое, 95. Да, это мы, это новое радио, это шоу у девчат, которые выходят каждый четверг на этой волне, с 6 до 7 у нас всегда крутые гости, поэтому не забываем, подключаемся, ровно через неделю еще встретимся, пару слов, пожалуйста, нашим слушателям. И, Нигина, вы не попрощались, я это помню. Спасибо большое, девушка, это очень здорово, очень здорово, очень здорово, очень здорово. И, Нигина, я думаю, что это очень здорово, очень здорово, очень здорово, очень здорово. И, Нигина, я думаю, что это очень здорово, очень здорово, очень здорово, очень здорово. Спасибо большое, и еще раз за эти прекрасные слова, эти цветы от наших партнеров Гулгой и Душамбе для прекрасных цветочков этого эфира. Пожалуйста, держите, девочки. Гулгой, гулгой, гулгой эфир, да, так и есть. Кстати, это наш первый эфир, первые наши слушатели, дебют очень, знаете, такой теплый, приятный. Давайте похлопаем дебюту нашим гостям, пожалуйста. Спасибо большое, новое радио с нами, и ваши слушатели, наши слушатели. И спасибо большое за этот великолепный час, который мы провели с вами в этой теплоте. Все, надеемся, что вернетесь. Аминь, как говорится, мы вернемся ровно через неделю. Гайр. Новое радио.